Привет, я Ира, или гид в шляпе. Для тех, кто спрашивал, где моя шляпа, вот она, одна из тысячи. И сегодня я вам предлагаю вспомнить вот о чем. Многие из нас видели картины смолянок кисти Левицкого. На них розовощеки, счастливые девушки, нарядно одеты, выглядят весьма привлекательно. И сегодня речь пойдет о том, а действительно ли девочки, те, которые попадали учиться в стены Смольного института, были так счастливы. Были ли они так счастливы, как на этих картинах? Смольный институт благородных девиц был основан указом Екатерины II в 1764 году по инициативе ее личного секретаря Бецкова. Это было первое в России женское учебное заведение и первое государственное учебное заведение для женщин в Европе. Смысл его создания заключался в том, чтобы дать отечеству образованных женщин, хороших матерей и полезных членов семьи и общества. Название Смольный происходило от того, что на этом месте когда-то находился Смоляной двор, основанный еще Петром I. И рядом же находился дегтярный завод. В уставе института было правило. Девушки поступают в возрасте 6 лет и остаются здесь учиться на 12 лет. При этом родители обязаны подписать расписку, что не потребует своего ребенка обратно до окончания срока обучения. Смысл такой изоляции Екатерина II видела в том, что дети будут расти вдали от невежественной среды и порочных нравов. Таким образом можно будет вырастить облагороженную девушку. В конце 18 века шефство над Смольным берет на себя Мария Федоровна, жена Павла I. И вот при ней в 1806 году по проекту Кваренги строят вот это здание специально для института. Поначалу количество мест в Смольном составляло 200. Впоследствии количество это расширили и их стало уже 800. То есть одновременно 800 девушек могло обучаться в этом институте. Кстати, Мария Федоровна считала, что такое долгое пребывание вдали от семьи очень пагубно сказывается на самом деле. То есть девушки, возвращаясь домой, фактически возвращаются как к чужим людям и даже с отвращением. Поэтому при ней срок обучения сократили с 12 лет до 9, упразднив самый младший возраст. То есть теперь стали поступать не с 6 лет, а с 10. Обучение в Смольном завершалось публичным экзаменом. Для дворянок это был императорский экзамен, на котором присутствовал император или член его семьи. Самые лучшие ученицы, которые заканчивали с отличием, обычно их было немного, буквально 10 или чуть побольше, получали особую награду, специальный шифр в виде золотого вензеля, инициал Екатерины II на белом банте с золотыми полосочками. Это был действительно предмет для их гордости. Смольный считался ступенькой во фрейлиной императрице. Ну а на деле, как оно было? Многие исследователи сравнивают Смольный с тюрьмой. И это, в общем-то, не случайно. Привычных каникул, в нашем понимании, к которым мы привыкли в школе или, скажем, в университете, в Смольном не существовало. Подписав ту самую расписку, родители давали обещание, что они своего ребенка не будут требовать обратно. То есть уехать на лето не представлялось возможным. Свидания с родителями проходили, но в очень редкие приемные дни. И то в большой общей комнате, в присутствии других учениц и их родителей и по строгим надзорам классных дам. Хуже всего в этой ситуации приходилось девушкам из обедневших семей издалека. Потому что родители зачастую не могли, не было финансовой возможности приехать, проведать свое чадо. И, соответственно, такие дети не виделись с родителями годами. И даже такие серьезные события в жизни, как, например, смерть родителей, не было поводом к тому, чтобы отпустить девушку, скажем, на похороны. По воспоминаниям некоторых учениц Смольного, когда ты попадал в стены этого института, то попадал как будто в параллельную реальность. В параллельную реальность, где все стены выкрашены в желтый цвет и обстановка сплошь однообразна. Утро в Смольном начиналось не с кофе, а с подъема в 6 утра. Под звонок и крики дежурных в общей комнате, которая называлась дортуаром, девушки должны были сразу встать. Если кто-то медлил, с него, точнее, с нее, стаскивали одеяло. То есть нужно было очень быстро все делать. Есть известный факт о Смольном, что внутри института было всегда очень холодно. Это правда. Температура поддерживалась на уровне 14-16 градусов. Иногда зимой она могла опускаться до 8. При этом все девушки были одеты в форму, достаточно тонкие войлочные платья на шнуровке, а сверху была пелевинка. Но она сильно от холода не могла спасти. Плюс одеяла были шерстяные, но тонкие, а кровати жесткие. Одним словом, весьма сурово считалось, что такая свежая атмосфера, то есть вот эта температура низкая, полезна для здоровья девушек. При этом получить дополнительную одежду или дополнительное одеяло можно было только по предписанию врача. А самовольно надеть на себя что-то дополнительное было запрещено. Спать ложились тоже рано. И вообще весь режим дня был очень похож на тюремный и достаточно строгий. Все по правилам, все по расписанию. После подъема нужно было умыться. В такой теплой атмосфере ледяная вода, иногда за ночь она могла замерзнуть. Тогда лед нужно разбить и все равно умыться. После этого следовала зарядка на свежем воздухе и тоже весьма нетеплом. Далее следовал завтрак. И вот про еду могу сказать отдельно. Если это был пост, каждая смолянка получала на завтрак 6 маленьких картофелин с постным маслом. И иногда добавляли кашу-размазню. На обед давали суп, достаточно жидкий, с куском рыбы. Причем рыба эта выглядела так отвратительно и, соответственно, наверное, и пахла, что ее прозвали девушке-мертвичиной. И далеко не все могли ее съесть. Могли добавить постный пирожок. На ужин обычно был чай с булкой. И во время, когда поста не было, например, могли добавить на завтрак кусок сливочного масла или сыра. Даже сохранилась информация, как однажды Николай I внезапно появился в Смольном с инспекцией. И вот по воспоминаниям одной смолянки, она закончила институт в 1852 году, дело было так. Государе в этот день никто в институт не ждал. Как вдруг, быстро разнесшаяся по всему Смольному весть о том, что он приехал и проследовал с внутреннего, или лучше сказать, с черного входа, и не куда-нибудь, а на кухню, повергла одних в недоумение, других в крайний спуг. Уже впоследствии нам стало известно, что государь, подойдя к котлу, где был сварен рыбный суп, точнее уха, опустил в котел ложку, попробовал довольно жидкое варево и сказал, даже дешевой такой рыбы пожалели. Ну а теперь, что на второе? Да, моих солдат лучше кормят. В целом, готовили ужасно и из продуктов достаточно посредственного качества. Ну а что нужно молодому растущему организму? Простая пища, но при этом сытная и в достаточном количестве. Но этих как раз правил здесь никто не соблюдал. Некоторые девушки порой съедали только хлеб и вставали из-за стола еще, пожалуй, более голодными. Сохранился даже, скажем так, один случай, когда примерно половина учениц Смольного попала в лазарет с диагнозом истощение. И все вот из-за такой еды. Чтобы попасть в Смольный институт, абитуриентке надо было сдать экзамены по русскому языку и французскому. Обязательно учитывалось также наличие религиозного воспитания и происхождения, то есть семья. Изначально в институт принимали только дворянок, но попозже стали принимать и мещанок. То есть, соответственно, девочек из семей не дворянского происхождения. А это были дочери купцов, священников, чиновников, банкиров. То есть всех, кроме крепостных крестьян. Позже мещанское отделение будет преобразовано в отдельный Александровский институт. Возвращаясь к вопросу распорядка дня, обязательно нужно сказать про уроки. Это также были занятия, к которым мы не привыкли, как в школе или в университете. В привычном нам смысле на уроках они не занимались вот так. Это были скорее различные ситуации и реконструкции ситуаций из реальной жизни. Например, вы находитесь в комнате, в комнату заходит молодой человек, что вы будете делать? На науке упор не делался, потому что этого не требовалось. Считалось, что для того, чтобы воспитать кроткую жену и послушную воспитанную фрейлину, не нужны никакие науки. На уроках физики им показывали что-то примерно типа фокусов. Арифметику они учили, математику на уровне простого счета. Историю и географию также поверхностно. Вот что они изучали внимательно, так это языки. Иностранные считалось, что потенциальная фрейлина обязана общаться на нескольких языках. Также очень большое внимание уделялось выработке красивой осанки. Красивая осанка, а также умение танцевать, уроки музыки, уроки хореографии и обязательно изучение светских манер. И домоводство, конечно. Но даже по таким полезным предметам, как, скажем, домоводство, уроки были весьма поверхностными. Например, вот как выглядел, скажем, кулинарный урок. К приходу института на кухню там уже были аккуратно разложены подготовленные кухаркой мясо, овощи, тесто и специи. Кухарка снисходительно позволяла девушкам что-нибудь нарезать или измельчить, а дальше снова брала инициативу в свои руки. К плите воспитанниц не подпускали. В целом режим Смольного был казарменный. Построение считалось обязательным. Идти куда-то только стройными рядами. На прогулку, в столовую, на молитву в церковь, куда угодно. Нужно было красиво построиться. При этом, если ученицы медлили, строились не так, как хотелось бы классной даме или надзирательнице, и на это тратили очень много времени, могли и по часу строиться, чтобы куда-то идти. Регламенту, естественно, был подвержен внешний вид. Самые младшие ученицы 6-7 лет носили форму кофейного цвета. Их так и называли кофейницы. Девочки постарше 80 лет носили темно-синюю форму. 11-13 летние носили серую или светло-голубую форму и самые старшие форму белого цвета. Такая градация по цвету, от темного к светлому, символизировала всю возрастающую воспитанность и образованность смолянки. Очень важным, кстати, был всегда потопленный взгляд и возможность, а точнее готовность упасть в любой момент в обморок. Да, и этому тоже учили. Они учились профессионально падать в обморок. Кстати, к слову о форме, советская школьная форма практически полностью копировала форму самых младших учениц, кофейниц. Как я уже говорила, в институт принимали девушек как дворянского происхождения, так и мещанского. При этом дворянская часть называлась Николаевским домом, а мещанская часть Александровским домом. Поначалу для дворянок существовали привилегии. Ну, например, их вывозили на прогулку в придворных каретах в сопровождении офицеров. Также они могли попасть в зимний дворец, скажем, на бал и потанцевать там с великими князьями или иностранными гостями. Также у них выпускной экзамен был императорским, то есть в присутствии императора или членов его семьи. Для мещанок таких привилегий не было. И надо сказать, что в XIX веке уже при Марии Федоровне все эти привилегии для дворянок отменили. То есть институт все больше стал походить на тюрьму, на заведения абсолютно закрытого типа. А их могли максимум что вывезти погулять в Таврический сад. И то на это время сад перекрывали, чтобы ни в коем случае девушки не общались ни с кем из прохожих. Но даже когда они гуляли здесь, рядышком в саду, в своем закрытом пространстве, и здесь стояла рядом классная дама-надзирательница и следила за порядком. Для мещанского отделения в принципе никогда никаких привилегий не существовало. При этом они первыми должны были отвесить реверанс. А в церкви молились отдельно от дворянок. В отдельной части стояли рядом с прислугой Смольного. Там же молилась прислуга. То есть кухарки, служанки, нянечки. В саду для прогулок также было деление на Николаевскую и Александровскую половины. При этом на Николаевской половине зимой стелили доски для того, чтобы дворянки не ступали на снег. Для мещанок, естественно, таких привилегий не существовало. Кстати, хороший вопрос. Были ли в Смольном учителя мужчины? Да, были. Но их было немного. Они все были преклонного возраста. Но даже в таких девушки умудрялись влюбляться. Еще одна отличительная особенность Смольного – это своеобразная традиция, а точнее культ обожания, который возник именно в стенах Смольного института. Он был целомудренным, платоническим, но обязательным для всех. При поступлении девушка должна была выбрать себе предмет для обожания. Это был кто-то, кто стоял в институтской иерархии выше. То есть старшеклассница, либо же учительница-учитель, может быть, даже институтский священник. Иногда, чтобы выбрать себе предмет для обожания, девочки кидали даже жребий. Ну, что они могли сделать? Рисовали сердечки в тетрадке вместе с именем обожаемого. Девушка, которая выбирала себе предмет для обожания, называлась адоратрисой. Такого-то или такой-то. Если предмет ее обожания проходил мимо, то нужно было вздыхать ему вслед и шептать что-то типа «ангел». Да, вот так. Я думаю, это было весело. Можно было оказывать какие-то мелкие услуги своему предмету обожания. Или, скажем, облить духами его или ее одежду тайно. Еще нужно было обязательно пострадать за свой предмет обожания. А именно, например, вырезать на своем запястье инициалы этого человека. Или съесть кусок мыла, или выпить уксус. Весьма странно, но, тем не менее, имело место быть. При этом, оказывает ли предмет обожания ответную какую-то реакцию, совершенно не имело никакого значения. Нужен был вот этот сам факт. При этом, предметом обожания для всех абсолютно учениц являлся император. По воспоминаниям еще одной смолянки, если удавалось на балу, соответственно, после балла, стащить со стола, где ужинал император, кусок, скажем, хлеба или огурца, то это был ценнейший трофей. И очень тщательно хранился реликвия. А если уж доставался им платок императора, то они его разрезали на мелкие кусочки, делили между собой, возможно, дрались за эти кусочки и прикалывали к платью, носили так же, как награду. Неудивительно, что вот такой культ обожания возник в этом наглухо закрытом девичьем коллективе. Бывали, конечно же, в Смольном и драки, особенно межклассовые. Обижали маленьких, дерзили классным дамам, спорили с ними. Естественно, это имело место быть. Еще одна отличительность Смольного института – это тишина. Все полагалось делать в тишине и не болтать, громко себя не вести, не смеяться. Если куда-то идти с троем, то только в тишине. Обедать можно было поговорить в полголоса, но даже на прогулках им не разрешали громко разговаривать и шуметь, потому что рядом стояла надзирательница и очень внимательно следила за порядком. Многие смолянки, которые оставили свои воспоминания, они писали, что вот это испытание тишиной – это было одно, пожалуй, из самых сложных. В стенах этого учебного заведения. Ели всякую дрянь, печатную бумагу, грифель, мел, уголь. Особенно вкусным считался грифель. Отламывали куски грифельных досок и жрали их, отбирали у маленьких, естественно. При этом эта традиция очень странная, возникала практически сразу после поступления. Даже не от голода они это делали, а просто вот потому, что полагалось есть грифель. Почему-то. Физические наказания в Смольном были запрещены, но вместо этого было другое – публичные унизительные наказания. Наказанием, скажем, могло быть снятие передника или замена его на другое. Это еще достаточно безобидное. Хуже было другое – стоять на табурете во время обеда, при этом, естественно, с лишением этого обеда. Наказать могли за разное – за драку, за спор с классной дамой и даже за то, что девушка неопрятно выглядела или, скажем, вовремя не заштопала свой чулок. Тогда ей прикалывали ношеный чулок к одежде, и она стояла на вот этом табурете позора. Во время таких наказаний девушки зачастую падали в обморок, но только на этот раз настоящий голодный обморок. И вот из-за такого образа жизни хорошее здоровье на входе, так сказать, превращалось в достаточно посредственное на выходе. Пышные волосы становились жидкими прядями, розовые щечки – впалыми бледными. Девушки действительно подрывали свое здоровье из-за холода, постоянного недоедания и психологического фактора, то есть унизительных наказаний, тишины, тоски, уныния. Ну и вот, наконец, выпускной экзамен. Для дворянок он был императорским, то есть в присутствии императора или членов его семьи. Выпускница дворянского отделения имела возможность стать фрейлиной императрицей или хотя бы составить себе неплохую партию, то есть удачно выйти замуж. А вот у мещанок таких шансов не было. Мещанка по окончании Смольного могла стать гувернанткой или приживалкой. Самая незавидная судьба была у тех, кто оставался навсегда в стенах Александровского института и работал здесь за крышу над головой и еду. Напоследок, хотела бы сказать, что слово «институтка» живет в русском языке и символизирует собой излишнюю экзальтированность, чувствительность, в общем, полный отрыв от реальности. И, собственно, анализируя образ жизни девушек, которые учились в Смольном, неудивительно, почему выпускнице Смольного приходилось объяснять, что пьяный мужик идет и шатается по улице не потому, что с ним что-то не так, что он болен. Или, скажем, если вас на балу молодой человек пригласил на танец, это не значит, что он пригласил вас замуж, а они действительно так думали. Есть еще один расхожий миф о том, что Смольный – это был гарем Романовых. Ну, миф этот существует из-за известной истории отношений Александра II и Екатерины Долгоруковой. Тут стоит сделать оговорку, что познакомились они, когда Катеньке было 11 лет, а царь навещал их семью. А весь этот роман, вся история началась уже после того, как она окончила Смольный. Поэтому напрямую с институтом это никак не связано. Ну что ж, а на сегодня у меня все. Мои контакты находятся в описании к этому видео, поэтому пишите, звоните, приходите на экскурсии. С вами была я, Ира Гит в шляпе. Будет еще много интересных историй. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok